В этом выпуске СМИ распространили новые фейки о малазийском Боинге. Канал Россия-1 сообщил в своем сюжете о фейковой украинской купюре с изображением Гитлера. И чешский портал ложно сообщает, что украинцев обязали становиться на колени перед правым сектором. Ряд украинских СМИ 5 марта сообщил, что по словам прокуратуры Нидерландов, самолет рейса MH17 был сбит российским буком. При этом СМИ ссылаются на портал UNFO.org. Сайт сообщает о статье крупнейшего нидерландского СМИ. Уточняется, что перевод статьи делался через Google Translate. Вот цитата. Все собранные следствием факты, улики, свидетельства указывают в одном и том же направлении. MH17 был сбит ракетой бук, запущенной с российской установки и, скорее всего, с российским экипажем. Этот бук был привезен из России в Украину незадолго до трагедии. Выявлены многочисленные фото и видеозаписи, также найдены опрошенные свидетели. Однако Генеральная прокуратура Нидерландов не делала официальных заявлений о том, что самолет рейса MH17 малайзийских авиалиний был сбит именно ракетой бук. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Нидерландов Вим Дебрюн заявил, пока еще рано утверждать, что причиной крушения самолета стала именно ракета бук. Эта версия действительно рассматривается следствием. Однако не исключен также вариант крушения Боинга вследствие запуска ракеты класса воздух-воздух. Никакие окончательные выводы пока не сделаны. Он подчеркнул, что криминальное расследование будет длиться как минимум до конца этого года. Одновременно с этим фейком ряд российских СМИ распространил новость о том, что якобы малайзийский Боинг под Донецком сбили украинцы. Голландские эксперты с помощью моделей из собранных обломков упавшего самолета выяснили, что Боинг-777 не мог быть сбит с земли из комплекса бук ополченцами ДНР, сообщается в новости на сайте mosmonitor.ru. Но ссылается этот сайт не на голландских экспертов или какие-либо заключения из Нидерландов, потому что таких заключений не было, а на другой сайт politonline.ru, который опубликовал расследование блогера, который пришел к собственным выводам, глядя на фотографии обломков. Сайт МИА «Новороссия» 19 февраля опубликовал новость под заголовком «Запад наконец признал, что на стороне вооруженных сил Украины воюют подразделения сил НАТО». В данной статье речь идет о выходе из-под Дебальцева украинских военных, а также наемников из Соединенных Штатов Америки. В качестве подтверждения издание дает комментарий командира американского спецподразделения Джексона. Автор ссылается на западные источники, об этом якобы написал ресурс Vice News. Однако в оригинале статьи Али Калуна на Vice News от 16 февраля речь идет об украинских военных, в том числе об украинском военном с позывным «Джексон», а не об американском наемнике. Вот цитата. «Семь грузовиков с украинскими солдатами покинули осажденный город Дебальцево на востоке Украины после принятия в воскресенье так называемого режима прекращения огня. Командир отряда с позывным «Джексон» был в первом грузовике. Украинский военный с таким позывным встречается и в репортажах других СМИ. Канал «Россия-1» 12 января в вечерней программе «Вести» показал сюжет, в котором сообщил, что украинская партия «Свобода» разработала эскиз новой украинской купюры номиналом 1000 гривен, на которой якобы изображен Адольф Гитлер. Однако это ложь. Источником этой псевдоновости, по-видимому, стала обработанная фотошоп-фотография, размещенная на сайте pikabu.ru в разделе «Юмор-прикол». На оригинальном фото изображен портрет украинского писателя Пантелеймона Кулеша. Этот эскиз в презентационном варианте, то есть без указания номинала, Нацбанк выпустил еще в 2008 году. Впрочем, уже в ноябре 2011 года финансовый регулятор передумал вводить купюры номиналом 1000 гривен. При сравнении купюры с фотографией Гитлера и эскиза с Кулешом, четко видно, что это одно и то же фото. Один фон, одна рука, которая держит купюру. Чешский новостной портал опубликовал статью, иллюстрированную фотографией, с подписью «Так должны приветствовать нацистов в Украине». В статье идет речь о том, как людям в Украине следует отдавать честь организации «Правый сектор», становиться на колени перед ее представителями. Чешский портал ссылается на словацкий ресурс. Здесь уже можно прочитать историю с точно такой же иллюстрацией об украинской демократической практике «Всем на колени». Подпись к фотографии, на которой на коленях перед автомобилями с украинскими флагами стоят мужчины, гласит «Ритуал в Украине». На самом деле это фото – не пример поклонения «Правому сектору». Это дань уважения жителей города Коломы и их погибшему во время боевых действий на востоке Украины земляку Роману Фурику. На фото они стоят на коленях перед колонной автомобилей, чтобы проводить Романа в последний путь. Это был выпуск StopFakeNews. Хотим напомнить, что мы – волонтерский проект. Мы делаем новости и выпуски для наших телезрителей и будем благодарны, если вы поддержите нас. Реквизиты для перечисления средств вы найдете на нашем сайте stopfake.org и в описании к этому видео. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok